Всем привет! Канал продолжает вещать для своих подписчиков и гостей. Просто невероятное количество фильмов и сериалов существует на тему путешествий во времени и как своеобразный подраздел этой обширной темы временная петля и ее последствия или последствия действий внутри временной петли. Ну, все прекрасно знают это явление в кинематографе. И если вкратце, это когда герой или героиня вынуждены переживать один и тот же отрезок времени вновь и вновь, пока судьба вдоволь не наиграется с героями и не преподаст им урок. Примеров куча, начиная от дня сурка, который стал уже именем нарицательным, и заканчивая фильмом с Томом Крузом «Грань будущего». В 2016 году телесеть Netflix выпустила снятую собственными силами мелкобюджетную постановку, стараясь, чтобы все выглядело в ключе практически серьезного жанра научной фантастики. Сам жанр подразумевает серьезный подход к сценарию и проработанности персонажей, ведь конечные потребители именно такого кино, которое в итоге получилось у режиссера Тони Эллиота, довольно-таки эрудированные люди. Безусловно, бессмысленно тягаться с бриллиантом фильмов о «Путешествиях во времени», снятым Робертом Земекисом. Но слава богу, что еще есть люди, напичканные идеями о возможности чередовать годы, месяцы и дни, словно колоду цыганских карт Таро. Я думаю, выбор сценариста Тони Эллиота на должность режиссера — прекрасный ход студии, так как тема сложная, и последовательность его умозаключений, вывалившаяся в сценарий, им же и реализована довольно-таки неплохо. Неплохо для мелкого бюджета. Камерность постановки, скудные эффекты, малоизвестные актеры — это довольно-таки большое количество неизвестных в уравнении. И несмотря на все это, кинолента понравилась очень большому количеству зрителей. 2016 год вообще для компании Netflix из города Лос-Гэтус выдался довольно-таки успешным. Достаточно вспомнить их продукт. Очень странные дела. И как подскочило в цене рекламное время, когда их сериал демонстрировался по американскому телевидению. Правильно спланированный менеджмент и тонкое чутье боссов на сегодняшние потребности зрителей гарантировал Netflix хорошие прибыли. На этот момент даже появились слухи о том, что Netflix купит корпорация Disney. Вот так вот. Сюжет киноленты ARQ не преподносит ничего сверхнового. Я бы даже сказал, у подобных фильмов есть схожая концепция. И сюжет следует без каких-либо сюрпризов. И все же события киноленты взгляд приковывают. Актеры изображают своих героев довольно-таки сносно. Операторская работа не отличается новаторскими приемами. И в основном следует стандартным приемам. Общий, средний и крупные планы. Меня порадовал футуристический саундтрек. Он органично подходит событиям и добавляет ореол фантастичности к простеньким и дешевым декорациям дома. Сам виновник событий, агрегат, который зациклил время для компании персонажей, выполнен довольно-таки просто. А большего-то и не надо. Мне кажется, для такого сюжета и драматических событий довольно-таки нелепо смотрелась бы машина с мигающими лампочками, вращающимися кристаллами и голубыми молниями. Все действие режиссер попытался привести к логическому умозаключению, намекая зрителям, что, возможно, выход из такой головоломки есть. Конечно, человеческий мозг гениален как с биологической точки зрения, так и в плане гениальных мыслей и нестандартных решений практически неразрешимых задач. Временная петля накидывает свои бесконечные арканы на сознание героев киноленты, но включается какой-то внутренний механизм сознания, который дает героям шанс на ответный ход. Наушная фантастика от Netflix оказалась неглупым кино, с интересными персонажами, сюжетом и достойной реализацией. В фильме много смертей, но не таких уж, кровавых, кровь не заливает экран, а всего лишь не спеша растекается по полу. Смерть здесь – это своеобразный выход из очередного раунда в попытке разобраться с проблемой. Заимствование, конечно же, в киноленте есть, от этого никуда не деться. Например, один момент до боли напоминает главный сюрприз киноленты «Пива» в самой первой части. Я думаю, вы без труда догадаетесь, что это за момент, когда посмотрите фильм. Не скучное кино для поклонников путешествий во времени. Смотреть можно. Не худший вариант – провести вечер за псевдоинтеллектуальным кино, которое, скорее всего, через пару лет никто и не вспомнит. Ну, в принципе, и все. Смотрите кино, оставляйте комментарии к ролику и делитесь им в соцсетях. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи на канале, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok